Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами посмотрим Льва. Ну а перед тем, как мы с вами это начнем делать, хочу попросить каждого из вас, кто смотрит мои видео без подписки, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Каждый подписчик для меня очень важен, так как это дает возможность развиваться моему каналу, развиваться моему детищу, и я вам буду очень за это благодарен. И поставьте, пожалуйста, лайк данному видео, за это я вам буду тоже безумно благодарен. Итак, ребята, почему мы будем смотреть сегодня Льва? Дело в том, что Лев сейчас выпал мне в индивидуальном предложении к покупке на одном из моих аккаунтов, там где этого танчика у меня нет, и предложение выглядит так, либо 12 баксов чистых денег, либо 5500 голдишки. Вот я сейчас попробую добавить сюда в видео ссылочку, по которой вы можете перейти и посмотреть мой обзор правильного и неправильного, по моему скромному мнению, доната, и что является выгодным донатом. И вот, честно говоря, одна цена вообще нифига не равна другой цене. Поэтому вопрос по 12 баксов мы сразу закрываем. Я не знаю, кем надо быть, чтобы 12 баксов отдать за Льва. Ну, вообще, в принципе, 12 баксов за восьмерку, но это перебор, ребят. Откровенный перебор. Ну, а что касается предложения за 5,5, если оно вам тоже выпало, мы сейчас рассмотрим. Единственное, что для этого мне надо будет перекинуться на другой аккаунт, так как я сказал, что на этом аккаунте у меня Лёвы нет. Итак, ребятки, вот он Лев, мирно покоящийся у меня в ангаре. Почему покоящийся? Да потому что этот танчик, он древний как мир. И, честно говоря, я даже не помню, когда он у меня появился. Я помню, что я покупал его за Голду еще тогда, когда можно было заходить просто в ветку исследования танков. И вот точно так же, как вот танчики вот эти здесь висят, допустим, в Германии, здесь же на восьмерочке находился Лев, который можно было купить, в принципе, в любой момент. Потом разработчики его отсюда убрали, ну и периодически выбрасывают его в виде каких-то индивидуальных предложений. Ну, либо просто в виде предложений для покупки. Что могу сказать про этот танк? По-моему, данный танчик является самым фармящим танком в игре. Я, честно говоря, не помню, кто его там превосходит по коэффициенту фарма, но его доходность составляет 185%. А это, ну, крайне существенно. В основном, встречается, это там 165, 170, 175, а у этого аж 185. Поэтому, в принципе, это танчик такой, который по определению должен очень хорошо помогать вам и способствовать зарабатывать серебрушку в нашей игре. Вопрос заключается в другом, а может ли он это на сегодняшний день с учетом всех новых добавленных машин в игру? Давайте кратенько пробежимся по техническим характеристикам. Технические характеристики бронирования, подвижности и всего остального, как обычно, заценим непосредственно в бою. Могу сказать, что раньше танчик танковал довольно неплохо. Я, честно говоря, на Леве последний раз играл, ну, наверное, где-то с полгода назад. Короче говоря, танчик давненько не выкатывался из ангара, и для меня сейчас это будет, ну, в принципе, как в новинку. Танчик обладает пушечкой 9 уровня, по крайней мере, по заявленным. По характеристикам, средний урон составляет 310 единиц, а альфа, в принципе, ну, неплохая, как для восьмерки, как для тяжа. Бронепробитие 234 единицы тоже достаточное для того, чтобы бодаться, в том числе и с тяжами. Перезарядка у него, честно говоря, немножко подхрамывает, 8,5 секунд. Я люблю более быстрое орудие, но в целом плюс-минус нормально, с учетом того, что 310 единиц урона. Углы сведения вниз, никудышнее 8, мне, честно говоря, в игре никогда их не хватало. Особенно для того, чтобы играть от башни за какими-нибудь препятствиями или холмами, в частности. Что же касается углов наводки вверх, 17, но на леве, ну, редко надо для того, чтобы там целиться куда-то вверх. Хотелось бы, конечно, двадцаточку здесь увидеть, но 17, так 17. Что касается разброса, сейчас заценим в игре цифры вот эти вот разброс, время сведения, мне никогда ни о чем не говорили, оно как-то вот больше по ощущениям, знаете, проще оценивать. Ну, урон в минуту 2181, я бы сказал, что это больше слабенько уже на сегодняшний день, чем достойно и нормально. Ну, а насколько это сейчас фармящая машинка и насколько она легко или тяжело отыгрывает в бою в полуровных руках, таких как у меня, посмотрим сейчас, ринувшись в бой. Итак, ребятки, мы находимся в топе. Я вообще очень люблю попадать в топ и очень не люблю попадать на самое последнее место, но дабы, скажем так, чувствовать себя более-менее значимым и живучим в бою. Насколько это реально, сейчас посмотрим. Итак, что касается его подвижности. Подвижность, безусловно, ну, такая, знаете, ну, вот если из 10, то где-то, наверное, на, не знаю, ну, вот на шестерочку. Это в лучшем случае по 10-бальной системе. Дело в том, что тот же самый ИС-защитник, он существенно нас превосходит по движению, хотя тоже является премчиком. Но, не знаю, что касается вот этой вот скорости поворота, чтобы мансить от патронов, простите, от снарядов противника, ну, не знаю, я считаю, что, в принципе, для него достаточно. Что касается углов сведения, вот они вниз, но ни вамшим, ни нашим, сведение вверх шикандосное, как для этого танка, но используется крайне редко. Что касается его бронирования, сейчас затестим, сейчас явно будут пытаться нас пробивать. Мы нагло попытаемся попрятаться немножко за ИСом, чтобы подольше пожить. Но, смотрите, танкует, и танкует он, в принципе, неплохо. Не могу сказать, что на нем там прям залетает, куда попало. Главное, ромбиком получше становиться, и тогда, в принципе, у вас есть все шансы. Что-то как-то вот с пробитием, единственное, что не везет, и за это время уже троих наших вынесли. Ну вот, 270, хотя обещанное 310. Опять непробитие. То есть, в принципе, танчик довольно неплохо танкует. Наверное, придется нам немножко, ребята, побыковать, потому что, в принципе, терять нам уже нечего. Трое на семеро, ну, шансы как бы никакие. Не знаю, там, разве что они, половина из них в АФК превратится, а второй половине просто будет постоянно подкручивать непробитие в нас. Ну, посмотрим сейчас, что мы сможем накидать хоть как-то. Ну вот, уже начинают нас потихоньку разбирать в корму. Мы с вами медленно и печально слились. Довольно быстро ушла вся команда. Сейчас посмотрим результаты боя. Закатимся еще раз. Давайте по бронированию. Я не знаю, голдойши или не голдой, честно говоря, на взгляд никогда не мог понять. Ну, вот результат вы видите. В принципе, башенка наша не видна, а наш даже, ну, стык, скажем так, верхней и нижней пластины брони, ну, как бы вообще принимает вполне нормально. За наш проигрыш, и с учетом того, сколько мы нанесли урона, мы сейчас посмотрим, что нам дали. Урона мы нанесли, ну, в принципе, фиг да нифига, 1200, вообще, в принципе, ни о чем. Что касается нашей доходности, то даже с нашей высокой доходностью мы не ушли в минус, но в плюсе мы всего на 27700, не знаю, такими шагами можно очень долго пытаться как-то набить. Но мы заняли первое место по урону. Давайте еще раз закатимся, потому что, в принципе, вот это вот абсолютно непоказательно. Итак, ребят, давайте попробуем поехать. Продавить линию ТТ. Все-таки мы тяжик, мы тяжик с заявленной очень хорошей бронированностью. Ну, глядя на него спереди, смотрите, башенка с довольно неплохими нормальными скосами. Орудие прикрывается довольно неплохой масочкой. Ну, как я понимаю, в принципе, шьется он в бочинку и в листы. Сейчас попробуем подъехать вот как-то вот сюда. Если все будет нормально, попытаемся пооткидывать по врагам, не выставляя наш бронелист. Все наши соперники объехали благополучно нас. Точность на дальних расстояниях у этого танчика, я всегда помню, была довольно неплохая. Ну, как бы сведение, да, круг сведения, конечно, немножко великоват. Но в целом, в целом, с учетом того, что в основном у вас даже на дальних расстояниях пролетает снаряд, в принципе, в центр вашего прицела. Сейчас кину, конечно, наугад, безусловно. Ну, уже отстреляться, да и отстреляться. Мало ли, вдруг попал бы. Итак, ну, скорость у него абсолютно не для того, чтобы менять позиции. Уже если вы на какой-то фланг поехали, то это вам не какой-нибудь, там, я не знаю, тот же самый Action X или, там, я не знаю, FV-200, ну, 1, сколько лет, как там, 210. Ну, в общем, танчик, скажем так, не подразумевает собой резкую смену направлений движения. То есть, вот, если вы уже где-то как-то устаканились, уж будьте добры отыгрывать там, где вы устаканились. Ну, слушайте, гасит он, в принципе, неплохо. То есть, сказать, что он как-то плохо отыгрывает, ну, нет, неплохо он отыгрывает. Танчик, в принципе, по характеристикам заявленным, действительно, довольно неплохой. Вопрос, ребята, заключается в другом. А является ли этот танчик на сегодняшний день актуальным в рандоме с учетом всех новых танков, которые добавлены? Добавлены японцы, у которых неплохой урон. Добавлены многие прем-танки, у которых очень хороший урон, очень хорошая скорость перезарядки. Ну, в общем, танчик, понимаете, должен соответствовать своему времени. Когда-то, в свое время, этот танчик действительно мог, и он действительно нагибал, и владельцы этих танков хлопали в ладоши, да и я сам тоже хлопал в ладоши, играя на этом танке. Второе поражение, как я люблю говорить в своих видео, когда вот происходит так, как произошло сейчас, из песни слов не выбросишь, 1500 нанесенного урона, по урону мы опять находимся на первом месте, опять нам, честно говоря, очень сильно не повезло с командой, но давайте будем их говорить откровенно. Даже если бы команда лучше отыгрывала, я думаю, что ваша максималочка от двух до двух с половиной тысяч урона в среднем сейчас в рандоме, даже если команда хорошо вам помогает. Что касается его живучести, ну, плюс-минус живучий танк, но все равно, когда вы попадаете в какой-то жесткий замес, вас все равно разберут. Вот это вот, по моей памяти, часть, она, ну, практически вся зеленая, я уже не помню, честно говоря, как там надо стать, чтобы прям вот вообще никуда не пробили. С горки бьют вверх, из-под горки бьют вниз, с морды бьют вот в этот, ну, как бы, то есть, вот эту вот соединительную какую-то пластину, да, то есть вот этот вот кусочек выступ. Ну, короче говоря, в морду он здесь пробивается довольно неплохо. Играть постоянно от башни на нем сложновато, потому что пушка вниз не опускается. Давайте вернемся к вопросу все-таки предложения, которое сейчас выстрелено за пять с половиной тысяч голды. Вы знаете, мне сложно, честно говоря, сказать, стоит или не стоит брать этот танчик. Я бы вот в данном конкретном случае сказал бы так. Вот, наверное, все-таки восемь к двум. Знаете, вот восемь не брать и всего лишь два брать, потому что, по моему субъективному мнению и ощущению танчика сейчас в боях, танчик, честно говоря, морально устаревший. Он морально устарел по скорости перезарядки, он морально устарел по динамике движения, и его баланс на сегодняшний день не является таким, который соответствует современному рандому. Ну, это мое субъективное мнение. Если вы считаете как-то иначе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а ребята, кому интересно и кто хочет принять решение, покупать ли сейчас за 5500, если им такое предложение выпало, почитают и ваши комментарии в том числе. Ну, и, возможно, на основании всего вышеизложенного и ваших комментариев смогут принять решение в отношении тратить ли своих кровных 5500 на Лёву по состоянию на сегодня 2022 год. У меня все. Спасибо вам большое. Приятных опросмотров. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я всегда буду рад вашим присутствием на моих трансляциях и у меня на канале. Всех благ, всего хорошего. Фаньтесь, получайте удовольствие. Ну, и, как обычно, мира вам.